Компания Улица Строителей Здравствуйте, информационный час на телеканале эфир Продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова На улице Ленинградская неизвестные обстреляли автобус 33 маршрута По предварительным данным выстрелы были произведены из пневматического оружия Водитель сразу высадил людей и вызвал полицию Вот раз, потом вторая, третья, вот На момент происшествия в салоне автобуса находилось около 15 человек Со слов кондуктора люди даже не сразу поняли, что произошло Прозвучавшие хлопки пассажиры приняли за звук отлетевших из-под колес камней А почему думаете, что не камень кинули, а именно стреляли? Ну, потому что там есть четко видные дыры Именно то, что стреляли Ну, мне, по крайней мере, так кажется Если камнем кинули бы, разбили бы стекло Ну, зеленый был, я оттекнулся, ба-ба-бах, такой звук был И повернулся сюда, кондуктор ко мне побежал Куда ездили, остальные остальные стерляли Стекло разбили О том, что могло стать причиной ЧП, ни водитель, ни кондуктор не знают Люди говорят, что никаких конфликтов на дороге у них сегодня не было Не исключено, что все случившееся просто чья-то хулиганская выходка Версий-то много, конечно Может просто ребята, которые балуются, может еще просто пострелять охоту Может где-то с кем-то, может, гонялся Может, ну, мало ли, тот, который отдыхает, там, решил, может, отомстить Прибывшие на место полицейские зафиксировали факт происшествия и опросили возможных свидетелей Правда, представители АТП уверены, что на этом все и закончится Вы знаете, вот даже то, что мы написали заявление Я более уверен, что придет отказный материал в любом случае Почему? Потому что, как нам говорят в милиции, что ущерб незначительный И поэтому мы этим делом заниматься не будем К счастью, никто из людей не пострадал Позже все они пересели на другой транспорт Поврежденный автобус был отправлен в АТП для замены стекол Чуть было не лишился носа после свидания молодой человек По пути домой его машину протаранил встречный автомобиль Оказалось, что парень стал жертвой компании Которая решила проскочить перекресток на красный свет Причем жертвой не единственный Опель врезался в 99-й уже после того, как столкнулся с Лачетти Водитель отечественной машины хоть и был пристегнут Но так сильно приложился носом о руль Что медики подумывали забрать его в больницу В итоге все же обошлось без госпитализации Но несколько швов на нос молодому человеку все же придется наложить А все из-за того, что белый Опель, по словам свидетелей ДТП, слишком лихо ехал То есть я тормозиться бы уже не успевал по-любому И решил закончить свой маневр Закончить маневр не получилось Потому как загорелся красный и машины, выезжавшие с улицы в восход, тронулись На желтый, тут же едет Где джип стоял уже, выехал, на центр уже Вот на центр выехал Он от джипа уходит, топили в него Вот его разворачивают, и он улетел туда Уже после столкновения с Лачете Опель развернула, и он задом полетел по встречной полосе Туда, где мирно двигалась Лада с молодым человеком за рулем Он на встречку шел, на встречку Пришел к стафору Вот, его развернула просто Опель И он пошел, заняться на него Теперь молодым людям из Опеля предстоит серьезно раскошелиться Помимо того, что придется ремонтировать свою машину Нужно будет заплатить и другим участникам аварии Так как суммы страховки может не хватить для полного покрытия ущерба Еще один пострадавший, тоже с травмой носа Был госпитализирован рано утром с места ДТП Которое случилось на дороге, соединяющей поселки Залесно и Юдина Помощь медиков понадобилась пассажирке-шестерке По словам водителя Жигулей и очевидцев Девушка, водитель Сузуки, выехала на встречную полосу для обгона автобуса Так лихо, что ее автомобиль понесло по скользкому асфальту Водитель шестерки, несмотря на все усилия, не смог уйти от столкновения И все закончилось травмой для пассажирки Жигулей Тормозил, показательно задел автобус Владельца иномарки вину свою не отрицала Это было бессмысленно в силу того, что у ДТП оказалось много свидетелей Целый автобус Восстановить старые Жигули теперь уже вряд ли возможно Впрочем, и Автоледи, вероятно, не сразу сядет за руль Ее автомобилю тоже нанесен серьезный урон И передвигаться своим ходом он сможет очень нескоро Генерального директора дочерней фирмы ОАО от отстроя Суд приговорил к трем годам лишения свободы По данным прокуратуры авиастроительного района, которая утвердила обвинительное заключение Руководитель комбината крупнопанельного домостроения Путем махинации похитил со счетов предприятия более 11 миллионов рублей Схема вывода средств была незамысловатой Для этого директор организовал еще одну фирму, куда и отправлял материалы В итоге суд приговорил генерального директора к трем годам лишения свободы условно С испытательным сроком один год Работу генерального директора, естественно, потерял Прокуратура такой исход дела устроил Злоупотребление полномочия заключалось в отпуске товарно-материальных ценностей и услуг Вопреки интересам руководимой именно Гатином организации ООО КПД-1 В подконтрольную также лично Гатину организацию ООО УПТК-2 Без оплаты их стоимости и гарантии такой оплаты В результате преступных действий Гатина ООО КПД-1 был причинен имущественный вред на общую сумму 10 миллионов 181 тысяча 80 рублей Осужденный Гатин судебное заседание вину свою не признал, пояснив, что умысла на хищение и злоупотребление полномочиями у него не было Прокуратура считает данный приговор законом обоснованным И в апелляционном порядке данный обвинительный приговор обжаловаться не будет После перерыва мы продолжим, оставайтесь с нами Водители внедорожника и автобусы не разобрались в действиях друг друга на улице Восстания Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель внедорожника отделался ушибами Столкнувшиеся машины перегородили больше половины проезжей части А убирать их сразу с дороги водители не стали, поскольку согласия между ними в том, кто виноват, не было Вот видите, как автобус стоит, да? Автобус стал, объехал два автобуса, поперек встал Я начал через бордюр объезжать, у меня машина начала глупнуть Хотел перестроиться, остановиться А этот придурок даже не смотрит в окно Ну, по крайней мере, в зеркало Ну и вот, влупил Он нажимал меня на дорогу, нажимал на крайнюю дорогу Договориться у водителей между собой так и не получилось Согласны, они были только в одном Хорошо, что ни в автобусе, ни в легковушке никто не пострадал А вот в случившемся каждый считал, виноват его оппонент Ну, по крайней мере, то, что вот так встает, чтобы, по крайней мере, высадить людей, мне кажется, так вообще не положено делать Он виноват, он почему так сказал, я людей таскаю Спросил его тоже, он что скажет Мужчины так и не поняли друг друга По большей части, потому что не хотели друг друга слышать из-за досады Теперь решение за них примут сотрудники ГАИ Ну и если вы стали очевидцем происшествия или сняли интересное видео Звоните по телефону 248-0202 Или пишите на электронную почту Каждый день маршрутки ГАИ Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось Ну а эфир продолжит тема Сергей, добрый вечер Здравствуйте, Ольга Итак, сто дней до универсиады Финальный отчет начался О том, насколько город готов к событию номер один Говорим прямо сейчас, не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!